доброе утро дорогие друзья ал наш добрый самый лучший в мире зритель спрашивает так куда вы все же направляетесь я сказал что сегодня будет загадка а от них отгадка соответственно итак первый город нет мы абсолютно не скрываем что сегодня мы летим венецию мы летим просто в аэропорта венеция как промежуточный этап а вот первым городом у нас будет город который ни разу не отражался в наших репортажах и мы там не и мы сами там не были и так загадка от аллы это самый знаменитый поэт италии если спросить итальянца итальянский поэт оскар данте если спросить русского он скат пушкин да некоторые сенья лермонтов и так что он сказал он про это гор сказал так что это город красный как наши курки до жирной это не мы и ученый это мы итак дорогие друзья вы слышали загадку а мы сами будем ждем ваш ответ так дорогие друзья я думаю что в ереване мы еще будем и будем неоднократно и куда по очень нам хотелось бы мне поехать это на сиван так сегодня мы не успеваем просто уже скоро самолет так очень хочется очень ну какой-нибудь водопад обязательно да орган вот этот очень хочется туда подняться а рогатца рогатца там озеро и говорят очень вкусные рестораны в этом месте в общем дорогие друзья как видите большую простору для фантазии и для экскурсий по армении армения ждет вас одна из самых современных улиц эревана я почему-то называют как-то странно северный проспект не знаю почему в армянском национальном театре опера и балета довольно таки большой репертуар второй раз хочу никак у нас не получается вот у нас было вчера 8 марта а 8 марта пусто пусто да зато сегодня будет чиполлина потом спартак ромео и джульетта травиата гаенны аида в общем на любой вкус приезжайте отдыхайте наслаждайтесь и культурно и телесно в армении 8 марта идет целый месяц поэтому нужно много много цветов а когда месяц заканчивается мужчины все равно продолжают дарить цветы ну потому что это женщины и они владеют миром 12 месяцев году и это правильно об этой скульптуре знаменитому архитектору который в общем так как говорят весь город построил там таманьян да здесь была смешная история хочу рассказать я январе подхожу сюда и понимаешь что это таманьян да я перевожу ну армянский язык немножко знаю но не знаю кто такой я спрашиваю тут стоит мужчина местный житель явно местный житель он говорит это знаменитый армянский писатель он мне говорит я чуть было не стал уже этот ролик озвучивать чтобы и вас вести заблуждение а подходит тут таксист зайдет за мной стоянка такси говорит ему случае чё человек обманываешь это архитектор он город и эту лестницу планировал и город и дома и здание и так далее вот спасибо таким людям которые знают город дорогие друзья и вы должны знать свой город и иначе будете вводить заблуждение туристов да а помешал у нас была смешная история это город 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 владимир да там на возле храма возле собора знаменитого стоит скульптура конная до владимир и а мы стояли где-то далеко на противоположной горе и слышали край муха разговор а это что за скульптура то стоит а который типа экскурсовод говорит ну это сквер пушкина там значит это пушкин его как пушкин на коне очагать пушкин на коне не умел ездить умел мы мы хохотали так ну самое смешное мы после этого задались целью узнать а если памятник пушкину на коне представляете и нашли ребята мы были пушкинских горах и там задали местным экскурсовода который уж точно однозначно знает пушкина лучше нас и спросили а бывает ли пушкин на коне и нас подвели к витрине и там была ну и правда небольшая скульптура пушкин на коне объезжает как говорится свои владения да ну пешком ходить было это сейчас модно а раньше-то не очень было модно на коне катались поэтому ребята вообще путешествуйте и накапливать вот такие замечательные смешные интересные истории и рассказывайте нам я тебе мне кажется там еще не работает попробуем посмотрим зайдем ну пошли пошли раз обещал владимир код свои обещания выполняет всегда мы зайдем попить кофе известный дерева не ресторан коко почему он так называется ребята это не коко шанель это совсем другое более романтическая более романтическая история который вам расскажут местные работники спрашивайте они с удовольствием ответить на ваш вопрос небольшой рассказ для вас дорогие друзья о том как надо исполнять свои маленькие мечты мы вчера здесь прогуливались я снимал вы я думаю кто смотрел мой вчерашний фильм видели эти балкончики здесь была куча народу и очередь стояла посидеть на этих балкончиках алла мисс вчера сказала хочу на балкончике посидеть 8 марта надо исполнять желание своей супруги но балкончики были заняты и очередь была на несколько часов вперед ну бывает 8 марта раз году мы пришли утром 9 марта а тут никого все спят да у нас продолжается да поэтому решили прийти и исполнить вчерашнюю мечту сегодня главное ведь не то что мечта исполняется прям мгновенно не всегда так бывает главное чтобы она исполнялась пусть завтра пусть через год но исполнится чтобы вы поняли где эти балкончики вот справа от меня лестница каскад внизу под балкончиком огромный код напротив кафе черный код ну а это скажем так кошачий балкончик и закидывает сюда цветы ну хотя бы хотя бы хотя бы кошелек деньгами так вчера ты говорил что ты здесь не уместишься уместился это правда я не поместился ноги у меня внутри ресторана а чуть-чуть туловище на балконе зато какая романтика а я поняла это не важно где вас ноги где у вас голова главное чтобы душа была на месте вот вчера девчонки которые здесь сидели все балкончики были заняты вот они романтики настоящие да потому что балкончик все это как как у рометт жилеты на их мужчина привел они сидели значит мужчины их романтики всем симпатичным пенсионерам которые посещают ресторан коко обязательно бесплатно такой торт да ну это во первых должны быть пенсионеры с документами у нас документы есть а во вторых пенсионеры должны быть красивые романтичные и улыбающиеся как мы ребята в армении есть потрясающая традиция целый месяц в каждом ресторане хорошая традиция дорогие женщины россии приезжайте в ереван в каждом ресторане вас будут мужчины встречать с и радовать маленькими приятными презентами ереваник 8 марта каждый дома так украсим цветы живые кстати у нас возникла проблема с компанией виз не могли долго получить билеты огромное спасибо девушкам из туристической компании как ваш компания называется golden tour самая лучшая компания армении заходить красивый ресторан как в париже даже лучше в ереване подземные переходы под дорогой вот такие самые самодвижущие проходим мимо супермаркета алла почему ты любишь помидоры потому что они красные потому что под цвет твоей куртки алла любит спрятаться в огромную кучу помидоров и и не видно давай цену посмотрим подожди не шевели цена 2000 чуда чем-то но в общем где-то рублей 400 500 4 помидора дороговато будет цена вот такой огромной колбасиной ну примерно 250 рублей может 300 рублей так одну съел и все и на целый день тебе уже почему-то одну будешь есть одна жадная что не пойму не эгоистка если если 8 марта все можно что ли тебе тоже бастурма очень вкусно такая огромная лепешка примерно 30 40 рублей стоит и прям магазине и изготавливают пахлава цена я думал за килограмм обрадовался хотел 3 килограмма купить оказывается вот за одну такой вот петушку за одну за один ромбик такой да там орехи мед очень вкусно дождик идет ну дождик это к счастью раз год алла вспоминает что в детском садике она когда-то играла на рояле у ней детском садике был личный рояль и только ей воспитатели разрешали попользоваться этим дорогим инструментом было дело